Любимое произведение? Перебор, струн! Да. Это что? Просто так. Вы любите просто так играть на скрипке? Да. А когда вы взяли скрипку первый раз? В 4 года я начал заниматься на фортепиано, в 6 на скрипке. Почему? У меня династия музыкантов. Отец музыкант, дедушка музыкант, брат музыкант. У меня просто не было другого выхода. А что лучше, фоно или скрипка? Скрипка. Почему? Скрипка ближе к душе. Скрипка это как человеческий голос. Можно больше передать своих эмоций через скрипку. Фортепиано это больше гармонии, больше серьезности. Больше красок. А скрипка это человеческий голос. Голос души. Как вы познакомились с Назаровым? С Назаровым я просто благодарен судьбе, что меня судьба свела с этим человеком. Назаров был другом моего отца. Они дружили. И так получилось, что мне было 21 год, и я попал в этот коллектив. И благодарен судьбе за это, потому что я научился здесь очень многому. Научился настоящему фольклору, не только украинскому, так как я с Украины. Научился играть армянскую музыку, грузинскую, еврейскую, цыганскую, арабскую. Это мне очень помогло в моей дальнейшей профессии, в дальнейшей судьбе. И это привело к тому, что сейчас у нас есть группа, в которую входят опять-таки у меня музыканты с Эквадора, с Кубы, с Монголии. И мы все играем нашу музыку. Немножко, правда, в джаз-роковом стиле, но все равно это все благодаря Назарову. Мы как бы, вот как Назаров меня послал когда-то, вот так я его и посол в Канаде теперь. Расскажите о музыканте Назарове. Ну, это замечательный, в первую очередь, мелодист. Мелодист. Замечательный фольклорист, потому что он, во-первых, Назаров, он баянист сам по специальности. Вот, и ему, во-первых, дорогие, как мы все знаем, истоки, откуда ты пришел, корни. Это очень важно. И оттуда все идет, потому что дальнейшая судьба – это классика. Фольклор, классика, а дальше это уже немножко легкий жанр, который тоже можно делать очень здорово. Но Назаров, в первую очередь, для меня это мелодист. У него замечательные мелодии, вот, которые легко запоминаются, иногда влезают в голову, и тяжело их оттуда вытащить. Да, музыкант он шикарный и, в первую очередь, композитор. Вот, и... Я думаю, что он большой знаток фольклора, не только русского, а вообще всемирного фольклора. У него замечательная коллекция инструментов, там, более двухсот со всего мира. Я ему сейчас только бузуки греческие привез тоже, интересные. Ну, так что... Очень приятно, что этот человек ищет что-то в земле, а не что-то с воздуха берет. Ну, так вот. А разве мелодии не в воздухе, не на небе? Нет, мелодии все идут от земли, как хлеб, так и мелодии. В воздухе, может быть, после выпитой, там, бутылки водки или еще чего-нибудь, что-то в воздухе появляться. А так вообще все идет из земли. Почему вы в Титере должны написать, что вы из Канады? А вы не... это не обязательно написать. И все-таки? Ну, все-таки, ну, Канада, это моя вторая родина. Я гражданин Канады, я благодарен этой земле. И я... Это не будет высоко сказано, может, здесь кто-то ее не поймет, но я горжусь, что я канадец. Потому что та идея Советского Союза, там, дружбы народов, на самом деле, у нас настоящая дружба народов. У нас нету разницы между национальностями. Так как, я могу рассказать, в моем коллективе работает из шести человек четыре национальности. Разные. Мы как братья. Для меня, в первую очередь, национальность – это музыкант. Если хороший музыкант, значит, хорошая национальность. Если плохой, значит, он просто может быть товарищем. Вот. И никаких у нас розней нету. Это все вымышленное, это все надутое, это все искусственное. У нас все дружат, и русские дружат с украинцами, и с евреями, и все мы друг к другу ходим на фестивали, которые проводят, опять-таки, город. И в законе Канады предусматривается развивать свое. Вот я в Канаде развиваю украинское искусство. И это поощряется. Так почему я должен следить за это? А почему вы все время перебираете скрипку? Сколько вы без скрипки можете пробыть? Вот отобрали скрипку. Отобрали скрипку. Ну, возьмем... Я играю вообще... Вот у Назарова меня научили играть где-то около 20 инструментов. Ну, возьмем что-нибудь другое. Любой кулек. Что-нибудь. Будем стучать на пальцы. Ну... А я прилетел из космоса, не знаю, что у вас за инструмент, у меня есть 10 секунд. Сыграйте что-нибудь. Как он звучит? 10 секунд это что такое? Спасибо большое. Я в 15, по-моему, уже ценю. Великолепно. Мы показали все, что наша способна. Все, хорошо. Назаров, он...